Итак, постановление 25-го съезда Рабочей партии России, отчет ЦК РПР и задачи партии. Обсудив отчетный доклад ЦК РПР, с которым выступили Кальвет Валентин Владимирович, сопредседатель РКР, Шилов Дмитрий Юрьевич, сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР, Семков Константин Александрович, сопредседатель РКР, Попов Михаил Васильевич, сопредседатель идеологической комиссии ЦК РПР, Съезд отмечает, что за истекший период партия действовала в соответствии с планом работы для выполнения программы РПР. В октябре 2017 и марте-апреле 2018 года проведены семинары Федерации профсоюзов России и Фонда рабочей академии, Российские комитеты рабочих. Особое внимание рабочими на РКР было уделено вопросам практического перехода к шестичасовому рабочему дню. На октябрьском семинаре были приняты постановления о борьбе за шестичасовой рабочий день, о включении требований шестичасового рабочего дня в коллективные договоры и соглашения, об организации коллективных действий. На заседании в марте-апреле приняты постановления борьба за сокращение рабочего времени, борьба профсоюзов за создание условий труда, сохраняющих жизнь и здоровье работниц, борьба за повышение заработной платы, достойности рабочей силы и проблемы о рабочении профсоюзов. Перед осенним РКР была проведена международная научно-практическая конференция «Участие профсоюзов в создании и деятельности Советов», по результатам которой был выпущен сборник статей. В августе 2017 года проведена научно-практическая конференция «Великая советская революция. Истоки и уроки», по результатам которой был выпущен сборник материалов. В апреле 2018 года проведена 12-я международная научно-практическая конференция «Ленин в современном мире». Изданы брошюры Михаила Васильевича Попова «Экономическая борьба и экономическая и политическая борьба». Выпущено издание «Науки и логики» под редакцией МВ Попова. Выпущены газеты «Правда труда» номер 33, «Народная правда» номер 157 и 158, «Зарабочее дело» спецвыпуска «Московский рабочий» номера 203, 202, 204, 205. Ведутся регулярные занятия в Университете рабочих корреспондентов, кружках изучения науки и логики в Ленинграде и Нижнем Новгороде. Кружки изучения капитала. Завершен шестой год обучения слушателей в Красном Университете Фонда Рабочей Академии. В связи со значительным ростом численности членов партии открыты и поддерживаются региональные группы в сети ВКонтакте Омска, Северного Кавказа, Новосибирска, Пскова, Оренбурга, Самары, Москвы. Активно развивается сайт Московского регионального отделения Фонда Рабочей Академии. Партия ведет 4 сайта. Фонда Рабочей Академии, Московского отделения ФРА, сайт Северного Кавказского отделения РПР, сайт Рабочей партии России, а также канал ФРА на YouTube и Рабочее ТВ. Отмечая значительные достижения партии в идеологической работе, Съезд в то же время констатирует недопустимость подмены соединения социализма с рабочим движением главным образом идеологической деятельностью, обучением и самообразованием. РПР, программную задачу Организации Рабочего Движения России, пока должным образом не выполняет. Съезд удовлетворительно оценивает работу партии за отчетный период и постановляет следующее. 1. Членам партии участвовать в создании и работе профсоюзных организаций, в первую очередь путем работы над проектами прогрессивных коллективных договоров. 2. Членам партии рассматривать задачу практического перехода к 6-часовому рабочему дню и сокращению на этой основе общего количества часов, отрабатываемых за трудовой стаж до выхода на пенсию, что позволит увеличить продолжительность жизни. 3. В связи с тем, что указанный переход может быть осуществлен только путем ведения коллективных действий на заводах и фабриках, обязать членов партии изучить Трудовой кодекс России и материалы по разрешению коллективных трудовых споров и организации забастовок, имеющиеся на канале Фонда Рабочей Академии, чтобы консультировать трудящихся по вопросам трудовых прав и предусмотренным законам процедурам проведения трудовых коллективных споров. 4. Обязать всех членов партии, за исключением преподавателей, пройти обучение в Красном университете Фонда Рабочей Академии. 5. Обязать членов партии создавать партийные организации путем привлечения в РПР рабочих в своих регионах. 6. Рекомендовать всем членам партии работать в качестве корреспондентов в партийных средствах массовой информации. 6. Выполнение указанных задач является залогом восстановления советской власти в России. 7. Съезд призывает рабочих и всех сторонников рабочего класса вступать в РПР. 7. Ленинград. Разлив. Июнь 2018 года. 7. Ленинград. number. 7. Вставай, проклятие заклименный, весь мир голодных и рабов, 8. Грибит наш разум размущенный, и светный бой вести готов. Весь мир насилия мы разрушим до основания, А затем мы наш, мы новый мир построим, Кто был ничем, тот станет всем. Это есть наш последний и решительный бой, С интернационалом воспрянет рот людской, Это есть наш последний и решительный бой, С интернационалом воспрянет рот людской, Никто не даст нам избавления, Ни Бог, ни царь и ни герой, Добьемся мы освобождения Своей собственной рукой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!